Психические расстройства не помеха народному творчеству и книги, да и текст. Вообще, это чертовский оппозиционный фильм, но невероятно, правда. Дюжев, осёл. Есть такая пословица, деньги есть, ума не надо. Или она не совсем такая, неважно. Я посмотрел бременских музыкантов, творение четырёх гениальных продюсеров, которые чётко знают, как сжечь в печке кучу денег. Но удивляет не это, тут в России мастеров сжигать чужие наши, наши. Деньги в печи пруд пруди. Удивляют, что за это зрелище заплатила куча людей и получилась фантасмагория. Следите за мыслью. Куча денег, которую собрали со зрителей, пожелавших посмотреть, как сжигают кучу денег тех же зрителей, оказалась существенно больше сожжённой кучи. Надеюсь, это не очень запутанная фраза, мой дорогой зритель. Меня зовут Андрей Цветков, и я посмотрел блестящий, блестящую, блестящие, что это вообще, комедия, музыка? Детскую сказку «Бременские музыканты». И так дело происходит, ну невероятно, правда, в Бремене. И там группа странных людей в масках животных поют. Их не воспринимают всерьёз, потому что они, музыканты, думают, что они животные. Хотя любому зрителю в 21 веке сразу видно, что это люди, просто немного, или даже много, отставшие в развитии. Поют они, признаться, скверны, и поэтому им, этим музыкантам, нужен солист. «У нас нет яркого лидера!» И они случайно сталкиваются с Трубадуром, только что отсидевшим по статье «Пение песен». Чувствуете контекст? Трубадуру в славном городе Бремен, наполненному добрым королём и добропорядочными горожанами, нисколько не стесняясь, дали не менее 10 лет карцера. Даже, скорее, лет на 5 побольше. За то, что он, 7-летний, пел, пока его подельники крали колбасу. Тут как бы нам говорят, что у нас в стране ещё не так всё плохо с жестокостью государства. Вообще, это чертовский оппозиционный фильм, и я удивляюсь, что такое могли широко прокатывать в нашей стране. Объяснение только одно, он настолько хреновый, что власти решили, что таким образом можно дискредитировать всякую оппозицию. Но вернёмся к сюжету. Трубадур, случайно ставший лидером банды полуумных, случайно вывозит из Бремена принцессу. Я вообще-то тоже пою! Которая тоже хочет петь и согласна петь даже с психами. Но это мы не осуждаем. Психические расстройства не помеха народному творчеству, о чём нам красноречиво говорит сам фильм. Трубадуру не нравится принцесса, но, как предписывают законы мультфильмов, сюжет, у которого время от времени возвращаются авторы, уйти он не может, поэтому группа тащится на какой-то музыкальный фестиваль, чтобы там спеть. Вопрос, что именно петь, банда полуумных не задаёт себе ровно до тех пор, пока её об этом не спрашивают при регистрации на фестивале. И тут до них доходит, что на фестивале музыкальном, о боже-боже, которого на самом деле нет, надо петь. Тем временем король посылает сыщика спасать принцессу. Сыщика жутко скались, исполняет актёр Хабенский. Принял. Он, не актёр, конечно, а герой фильма, похищает принцессу и с помощью летательного аппарата, эдакая помесь горловины бетономешалки и газовой горелки, доставляет любящему отцу. Трубадур уже, к сожалению для зрителя, успевший влюбиться в принцессу, чешет её спасать. По дороге он попадает в банду колбасников, из-за которой он и присел на 15 лет. Они решают помочь Трубадуру и заодно захватить город. Без обмана тут не обойтись. Трубадуру они видятся добрыми и милыми ребятами, хотя художники по костюмам и гриму очень старались, чтобы бандиты выглядели как бандиты. И ведут они себя как бандиты. И только одному Трубадуру это незаметно. Видимо, сказывается действие полуумной банды. Бандиты захватывают город, короля и даже принцессу. И тут у Трубадура открываются глаза. Он оказывается идиот. Он ломится к месту проведения фестиваля, география в кино стоит отдельного разбора, но это уже без меня. И успевает на середину песни, которую поют бездарные музыканты. Все восхищаются его талантом и скоростью передвижения, и группа выигрывает главный приз. Что ж, настаёт время реального Чукалова, и наши герои надевают чёрные костюмы и несутся в Бремен поражать бандитов своим нелепым запугиванием. Но хорошо, что дело происходит в кинофильме. Их план действует, и бандиты, всю жизнь запугивающие других, пугаются четырёх разодетых клоуны. Слава богу, у них есть атаманша, раскусившая замысел четырёх зарронированных идиотов. В общем, драка 7 на сотню приводит к победе. И всё заканчивается хэппи-эндом, любовью до гроба и всеобщим счастьем от того, что фильм наконец-то закончился. Что могу сказать? Эх, я... Я даже не знаю, с чего начать. Я, признаться, думал, что продюсер это тот человек, который должен как-то минимизировать риски провала. Недавно с треском провалился мюзикл «Кошки», снятый по той же технологии. И я полагаю, что провалился именно из-за технологии. Но если грабли лежат, то на них, очевидно, нужно наступить. Идея взять трёх известных и дорогих актёров и закрыть их лица гримом, это, мне кажется, просто... Ну, топ. Топ. Террик Гиллиан в своё время хотел также изуродовать Мэтта Дэймона для фильма «Братья Гримм», за что и получил «Нагоняют продюсеров» и встал перед выбором. Либо нанимать актёра попроще и гримировать его, как ему будет удобно, либо явить миру лик Дэймона. Терри выбрал второе. Наши продюсеры – первое. Отдельный привет, конечно, агентам Дюжева, которые принесли ему такой подарок. Теперь на каждой афише, постере и во всех приложениях написано «Дюжев – осёл». Не то, чтобы это было неправдой, но на месте Дюжева я бы отказался, но он, очевидно, не против. Шрам у меня, вот шрам, на руке, потому что был от танка. Ну а про художественное тут говорить нечего. Алексей Нужный, он тут выступил как режиссёр и как продюсер, то есть собрал своеобразный комбо, просто бездель. Уж не знаю, в чём его талант, но уж точно не в режиссуре. На его фильме «Огонь» я рыдал в голосину от стройности повествования и логики происходящего. В «Бременских музыкантах» можно рыдать в голосину вообще от всего. Музыкальные номера ужасны. Я даже не знаю, как можно настолько плохо ставить номер. Логика повествования? Да о чём я, какая логика? Прекрасные артисты играют плохо. Хабенский поёт, как пьяный бомж под мостом. Гениальная песня сыщика, тоже, разумеется, гениального, разрывает ушные перепонки даже мне, человеку не очень музыкальному. Хуже песню сыщика исполнить, мне кажется, невозможно. Восьмой. Игра Бурунова. Бурунов довольно однообразный артист, но уж в своём однообразии он очень хорош. Он умеет быть смешным. Везде, в рекламе, в скетчах, в кино. Но тут талант режиссёра дал о себе знать. Смешного вроде короля нет совсем. То есть абсолютно ни капли. Осёл. А? Про четвёрку полуумных я и говорить не хочу. Ну, скажу. Они даже под масками отвратно играют. А уж этот нелепый петух. Это шок. Он просто эталон нелепости, как на уровне задумки, так и в фазе исполнения. И там надо было наяривать. Я понимаю, что актриса Горбачёва получила огромное удовольствие от исполнения роли кошки, но это абсолютный наигрыш и безвкусица. Просто очень плохая роль. Трубадур. Трубадур хорош. Вообще, Тихон Жизневский единственное светлое пятно этой постановки. Это моя группа. Ну, может быть, не единственное, но одно из. В общем, фильм абсолютно плохой, что в сочетании с солидным бюджетом кажется чем-то невероятно нелепым. Если хотите на это посмотреть, то исключительно в исследовательских целях. Густит, Телеграм, лайк, репост, донат и... И ещё один донат. А дайте мне выездить, где кто? Всех обнял. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok